итак друзья всем привет впереди у нас близится очередные выходные и давно у меня была идея испытать до этого я не испытывал в работе радиомост на базе оборудования cambium networks и частности мы будем испытывать модель cambium force 200 которая работает диапазоне 2 и 4 гигагерца вот и имеет в комплекте параболические антенны если вы вдруг задумаете задумайтесь заказывать вот оборудование дать то она приходит зачастую в такой коробке в большой достаточно и сюда ввозе только один комплект то есть два устройства две антенны 2 трансивера вот но давайте посмотрим все входит в коробку я прошу прощения за качество видео сегодня помощника у меня нету поэтому одной рукой я держу камеру второй рукой ковыряя из коробки добрались до утренней все коробки здесь сразу сверху лежит две самих точки доступа так вот выглядит коробочка 2 4 гигагерца и pmp force 200 именно вот эта дверь версия она на 2 4 гигагерца точно такая же версия есть на диапазон 5 гигагерц ну и эту коробку сейчас откладываю в танку потом одну из них мы откроем обязательно посмотрим что внутри вам покажу также посмотрим как там происходит базовые настройки для того чтобы все заработало на самом деле там можно по-разному настраивать следующей коробке у нас здесь лежит вот именно в этой версии за счет того что антенна с большой парусностью крепеж уже такой относительно массивный вот но это не сам крепеж до антенны это как бы грубо говоря уже коннектор которым вся эта тема крепится к трубостойке в комплекте будет отдельная отдельный крепеж который крепит саму точку доступа к рефлектору ну вот именно в этой поставки да здесь у нас есть еще защита от высокого напряжения она другого линдера интереса никакого не не имеет и может быть вами куплена любая другая защита принципе по опыту по опыту очень часто эту защиту в низкой вообще даже не ставят поскольку вот эти точки доступа крепится зачастую не где-то на каких-то там высотных местах на мачтах внизу где есть уже выступающие металлические части и принципе да там нет никакой необходимости вот ну лишним не будет все равно я вас не отговариваю дальше что копаемся дальше кишки коробки здесь вот такой вот лет уплотнитель специфический формованный да и мы добираемся до самих антенн вот в этой поставки в одной коробке кстати не сказал что этот комплект на тестирование нам любезно предоставлен приморским филиалом power of telecom вот город водивосток значит вот таким образом выделить вон выглядит отражатель тазик как я его называю ну обычный жестяной отражатель крашеный так вот я сейчас не хочу соврать про диаметр то ли 55 то ли 60 сантиметров здесь он имеет ну вот дальше в коробке видите там 2 2 мы доставать уже не будем в этом нет дальше смотрите вот я вам говорил про крепеж вот именно вот этим крепежом . соединяется само оборудование трансивер соединяется вот с этим тут отражателем г-образная скоба она стальная здесь 2 миллиметра вроде бы толщина вот этого часть переходник адаптер она пластиковая ну как бы такая вам скажу массивная штука в прошлом году мы запускали в тест вот точно такой же комплект только в диапазоне 5 гигагерц к сожалению в тот момент он не попал ко мне в руки вот мы запустили его на дистанции порядка где-то 17 километров и внутренний тест скорости показал почти 80 мегабит секунду в обе стороны то есть облин доволен порядка там 80 там 85 88 мегабит секунду ну давайте сейчас посмотрим как выглядит содержимое вот этой коробки того кто не видел кому интересно а дальше я вам покажу как делаются базовые настройки для того чтобы этот комплект работал в качестве удлинитель обычного эзернатпровода в режиме . ну смотрим содержание коробочки удобно одной рукой смотрим что у нас коробки здесь надеюсь по уйле инжектор вместе с адаптером питания все в одном блоке кстати кто не знает насколько я помню именно у cambium по моему здесь 24 30 вольт напряжение но в таком положении должно быть видно вот по вампира выходная мощность 30 вольт я еще видел подобные на 24 вольта ну кому-то не нравится потому что нестандартно это стать пони 48 вольт но на моей практике таких устройств подарила не очень много поэтому ничего против ними убираем его в сторону дальше что здесь у нас есть кабель питания от инжектора тоже ничего интересного вот это вот лицевая сторона вот этой частью она монтируется к отражателю здесь у сразу видно порт тезернет-адаптера сетевой карты сбоку стандартная индикация cambium наличие питания статус работа и зернет карты и трехсегментный до трехсегментный индикатор уровня приема кстати пластик вот этот вот кто-то спрашивал он со временем все-таки немного желтеет внизу видно закладная гайка блестит для крепежа в общем то здесь такого особо ничего интересного нету еще есть интервью инструкция инструкция такая мини брошюрка что ли я не знаю на рисунке что-то типа installation мануала такая примитивная картинка которая расписывает буквально в 4 5 изображениях как крепить зеркало как крепить точку доступа пояснение по работе индикатора ну и как бы такого ничего нет короче у нас пока я закончил распаковывать коробки уже вечер наступает включаю лампу в общем то с распаковкой все то есть все видели антенна крепеж как все выглядит следующим этапом будет настройка ноутбука сейчас подключимся настроимся значит по поводу тестирования значит одну точку доступа мы закрепим на крыше много квартирного дома направим ее в сторону острова русский со второй поедем на остров измерим скорость значит посмотрим какие там параметры в радиоканале существует тестировать будем на расстоянии 9800 метров ну примерно 10 километров если уровни будут очень хорошими попробуем отъехать подальше по характеристики более детально я вам уже ноутбука расскажу поэтому переходим настройки инструкция по доступу к устройству заводскими настройками первоначальная конфигурация проводится по инструкции которая написана прямо на коробке с устройством то здесь такого ничего не обычного нету соединяем точку доступа с портом сетевой карты ноутбука компьютера вашего там что угодно вот настраиваем сетевую карту но согласно вот этих вот данных что здесь указано вот у сетевой карты камбеума есть еще 2 5 ли заводской по которому на нее можно зайти вот ну и если вдруг там совсем не получается или если ваша точка доступа до этого была в настройке у какого-то другого там не знаю пользователя то вот сюда и можно скинуть дефолт для этого на точке доступа есть кнопка reset держим ее больше восьми секунд и происходит сброс настроек точки доступа к заводским установкам включаем сеть по и я джектора питания и с использованием обычного прямого пачкорда вставляем его в гнездо вот загорелась индикация питания где-то порядка 20 40 секунд он загружается вот ну дальше второй конец сетевого кабеля необходимо включить ноутбук для настройки но пред этим ноутбук нужно настроить его сетевую карту так написано на инструкции после того как точка доступа загрузится и инициализируется если при этом вы выключите и сразу ноутбук сетевую карту то помимо кнопки питания зеленая будет светиться еще зеленым индикатор ethernet порта нижних три индикатора будут так вот хаотично бегать от красного оранжевого до зеленого до тех пор пока . доступа не залинкуется соответственно после того как она залинкуется я вам это отдельно покажу на другом видео будет гореть какой-то один индикатор соответствующего уровня принимаю сигнала так вот сразу давайте пока я помню про сброс на заводские настройки вот сейчас устройство у нас видно мы прогружена все лампочки мигают здесь вот возле ethernet порта есть отверстие где-то в глубину на сантиметр наверно 3 здесь это кнопка для рестарта берем обычную скрепку вставляем сюда ощупываем кнопку ждем снимая индикацию все вы видите произошел сброс сейчас 10 секунд 15 устройства прогрузится заново и она уже будет заводскими настройками можно сказать уже нужно строим можно заходить него итак первым делом цепляем точку доступа к ноутбуку у меня в данном частном случае windows 10 заходим в настройки сетевые далее настройки параметров адаптера сейчас у меня работает домашний интернет через точку доступа военский роутер для надежности чтобы уже исключить всевозможное влияние я отключаю обычно роутер далее заходим настройки сетевой карты здесь выбираем раздел айпи версии 4 теперь пиво 4 свойства и согласно инструкции вбиваем любой айпи адрес из указанной под сети на коробке с инструкцией но не единица и не двойка на конце ну давайте сделаем 192 168 0 пусть будет 8 маска под сети 255 255 255 0 нажимаем окей днс сервера прописывать не нужно нажимаем окей далее да все можно крыть открываем браузер браузер весь запущен новую вкладку и пытаемся зайти на устройство вот если говоря у меня даже была уже подсказка я до этого пробовал заходить именно у моего устройства айпи адрес на конце двойка enter заходим открывается приветственное окно cambium в браузе при первом открытии у вас система спросит пароль пароль стандартный admin admin что мы здесь видим имя устройства операция сейчас идет сканирование мы это видели по индикации там индикации бегают вот дополнительно какие-то там супер мега настройки мы в данном частном случае делать не будем я расскажу как настроить устройство комплект для пропуска трафика в режиме . . . для сквознякового пропуска айпи трафика в режиме удлинителя ethernet кабеля ну собственно продолжаем заходим в меню configuration здесь первым делом нужно если вы настраиваете access point выбрать режим access point сразу автоматически меняются все настройки драйвер молот и диди кантри но я обычно в целях там чтобы не работали никакие программные ограничения по связанные с частотным регламентом той или иной страны обычно выбираю азар ну или китай допустим на крайний случай соответственно в юзер девайс с скрайбер модуль подтягиваться будут настройки точно такие же какие выставляет access point ну что здесь надо в первую очередь сделать придумали соседи ну пусть это будет какой-нибудь и не знают как бюм он я не знаю там какую-нибудь цифровую индикацию придумаем еще допустим там 124578 так будет называться наша точка доступа далее что здесь указывается качество максимальная с скайбер модулей которая может не подключать но у нас теста . будет всего одна ну давайте здесь укажем двойку на что не влияет далее максимальное расстояние на которое работает будет работать и воспринимать абонентские устройства это точка доступа здесь указано 3 единицы измерения вот я не показал здесь надо сразу выставить километры вот обычно рекомендуется здесь ставить цифру большую скажем там на 3 на 5 километров вашего настоящего рабочего расстояния ну допустим мы завтра поедем тестировать эту точку на расстоянии почти 10 километров возможно отъедем дальше еще ну давайте здесь я не знаю установим 20 километров дистанцию частоты частоты на начало эксперимента у нас здесь будет выбираться автоматически соответственно можно задать вручную вот но вручную мы задавать не будем пусть все останется в автомате не будем заворачиваться потом естественно если у вас известны параметры радиопараметры вашего тракта можно настроить выбирать ширину канала там 240 мегагерц и какие-то уже каналы закрепить частотные чтобы случае перезагрузки абонентского устройства сканировались только какие-то определенные канальчики они весь диапазон подряд для тестового запуска нам этого вполне достаточно то есть это основной параметр дальше что здесь вот на мощность стоит здесь 7 и бим максимум 3 но поскольку расстояние у нас будет большое мощности ради оказывать себе не будем делаем 30 и бим это максимальная мощность что соответствует одному вату на выходе антенна грим 16 усиление можно сделать 18 не будем это ничего менять так но в принципе вот этот параметр еще очень важен вот многие про него забывают значит что на что влияет этот параметр он выставляется от минус 80 до 100 40 дебеем значит это порог порог уровня принимаемого сигнала точкой доступа от абонента значит соответственно если точка доступа от абонента принимает сигнал реальные текущие в реальном времени который больше этого уровня она точка доступа не заставит абонентского устройства повышать выходную мощность если уровень непринимаемого сигнала точка доступа от абонентского устройства будет меньше вот этого порога да соответственно точка доступа даст команду абонентского устройства задрать мощность и она будет это заставлять его делать до тех пор пока не произойдет баланс мощностей пока уровень принимаемого сигнала от абонентской станции не станет больше вот этого выставленного. Ну, давайте сделаем здесь, скажем так, при минус, допустим, при минус 60, порог будет минус 60. То есть, смотрите, если точка доступа от абонентского устройства будет принимать сигнал, который, скажем, с уровня минус 61, то, или там минус 65, да, соответственно, она даст команду абонентскому устройству задавать мощность. Вот, то есть, минус 60, и все, уже полетела команда, увеличивай мощность на выходе. Соответственно, на дистанции 10-15 километров уровни будут такие, либо хуже, соответственно, это минус работает. Многие про него забывают, и у них в итоге после тестирования, внутреннего тестирования скорости в этом радиоканале, бывает дисбаланс. То есть, вот в точке доступа к абоненту скорость, скажем, там у вас в даунлинке, она может быть, там, 70 мегабит в секунду, хотя... А в этом направлении скорость гораздо хуже, там, скажем, всего лишь 4 мегабита в секунду, хотя что у абонента, что у точки доступа оборудования одинаково. Одинаковое устройство Cambium Force 200, да, 2,4 ГГц. Далее, ну, пока, чтобы в настройке вдруг что-то не слетело, можно сразу сохраниться, нажать, вот, надеюсь, на дискетку. После сохранения, здесь вот вывозит окно, чтобы предупреждать, предупреждение устройства будет перезагружено. Ну, это естественно. Ждем некоторое время, когда произойдет применение настроек. Далее. Настройки. Downlink, Amplink, Retio по трафику, да. Ну, я ставлю обычно Flexible, вот. Вот, и Management Traffic Rate, MCS 0. Не будем здесь вот подробно все вдаваться, не заморачиваться вот этими параметрами. Вот, 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 вот в части настроек радио, это, в принципе, для обычного, там, какого-то радиоканала, максимум, что нужно сделать. Больше ничего не требуется. Далее переходим в вкладку Security, и здесь, для данного типа шифрования, нужно у нашей точки доступа, под ее конкретной SSID, настроить пароль. Вот здесь стоит какой-то пароль по дефолту, видно. Можно взять, придумать какой-то свой. Ну, давайте я попробую свой цифровой пароль вбить. Для проверочки можно его повторить. Все. Более здесь делать ничего не требуется, в принципе, и можно перейти к настройке уже абонентского устройства. Для того, чтобы настройки сохранились, нажимаем дискетку в верхнем правом углу, настройки сохраняются. Идет применение. В принципе, все. Больше для точки доступа ничего не требуется. Подключаем банентское устройство. Заходим на него тоже, на его дефолтовый IP-адрес. Вот у меня вылезла уже подсказка. Enter. Браузер у меня запомнил логин, пароль админ стандартный. Нет, в данном счастном случае он не запомнил. Это новое устройство. Ну, вот он, кстати говоря, показательный, его видно. Заходим на устройство. Зашли. Сразу переходим в меню настройки Configuration. И здесь уже по дефолту выставлен режим subscriber module. То есть абонентское устройство. Режим TDD. Вот, как я вам говорил, видите, в части настроек страны и всех остальных настроек, которые автоматически подтягиваются под конкретную страну. Вот. Они, это все здесь происходит автоматически. Выбран настройка follow, ну, следовать за настройками точки доступа. Вот, как вы здесь видите, да, можно сразу поставить километры здесь. Далее, смотрите, вот основная настройка. Добавляется лист точек доступа домашних, за который это абонентское устройство сможет сцепляться. Нажимаем кнопку добавить. Вот. Здесь я, Заня, скопировал с прошлых настроек. Нет, не скопировал. Давайте напишем его вручную. Cambium. Вроде бы так называлась наша точка доступа. Вот. Режимы безопасности здесь можно выбрать тот, который используется в точке доступа. ВПА-2 в данном частном случае. И пароль. Вбиваем пароль, который мы вносили в настройки аксесса. Нажимаем дискетку сохранить. Ждем. Все, сохранилось. Дальше что? Опять настройки радиопараметров. На самом деле, для уже настроенного, запущенного в работу радиомоста, когда известны условия радиообстановки снаружи, требования по скорости передачи, здесь можно конкретно выбрать частоты, конкретную полосу, чтобы и другим точкам доступа в округе мешать в этом диапазоне. И уменьшить время, в течение которого абонентское устройство цепляется за точку доступа. Но поскольку у нас здесь такой простой примитивный тест, мы пока ничего не будем осложнять, оставим все как есть. Далее. Выходная мощность здесь стоит по дефолту 7BM. Это очень мало. И стоит автоматическая. То есть она может быть поднята до максимальной, в зависимости от того, как настройка по стороне выставлена. Также можно запросто выставить мощность вручную. Но поскольку у нас тест будет на достаточно большое расстояние, можно попробовать в двух режимах. Можно и выставить сразу 30 dBm. Ну, пока вот я в квартире настраиваю, оставим все как есть. 7 dBm выходная мощность. Соответственно, она потом будет задираться. Я вам покажу, когда мы зацестируем домашний линк, зайдем на точку доступа, посмотрим, вы увидите, что мощность передатчика, она будет увеличиваться в зависимости от требования точки доступа. Далее, усиление антенны, его не трогаем. И вот этот параметр, в принципе, здесь уже в этих новых моделях, в новой прошивке, он уже идет как минус 90. Ну, параметр простой. Порог уровня доступа в сеть. То есть, соответственно, точки доступа, которые будут приниматься с уровнями хуже, чем минус 90, они будут игнорироваться, не будут рассматриваться. Его оставим без изменения. В принципе, здесь можно даже минус 95 сделать. Также есть второй вариант. Можно установить аналогичный порог по уровню отношения сигнал-шоу. Но поскольку у нас тест такой, то мы делать это не будем. Опять же, я хочу повторить, что здесь, в принципе, покопаться есть во что. Здесь есть приличное количество параметров. Но вот именно жизненно необходимые, которые определяют работу этого радиомоста, чтобы, в принципе, он завелся. Все, здесь больше ничего не нужно делать. Нажимаем кнопку «Схранить». Устройство перезагружается. И сейчас, в принципе, уже можно приступить к сборку тестовой схемы, посмотреть, как все это дело хозяйства линкуется, и зайти на точку доступа, посмотреть. Скажем, можно провести такой эксперимент, да? Можно ноутбук подключить к домашнему альтернаторскому маршрутизатору через вот этот вот радиолинк. зайти на этот радиолинк и посмотреть, с какой скоростью внутреннего происходит передача данных. После того, как абонентская точка зацепится за access point, индикаторы уровня принимаемого сигнала перестанут бегать, и их будет гореть ровно то количество, с каким уровнем принимается сигнал от базуки, грубо говоря. Но сейчас, вот вы видите, горит красно-оранжево-зеленый, три нижних полоски. Вот, я, естественно, уже посмотрел в настройках. Это соответствует... Вот сейчас принимается минус 48 dBm. Точки находятся в одной, как бы, квартире, да? Все очень близко, мощность большая, поэтому вот такой уровень. Соответственно, если вы будете на очень большом расстоянии, у вас там будет минус 60, минус 70 dBm, соответственно, будет гореть либо красный, либо оранжевый индикатор. В инструкции к точке доступа, которую можно скачать в интернете, описанные диапазоны в dBm-ах, значит, динамические, что соответствует каждому цвету. После того, как все настройки сделаны, заходим еще раз на, ну, скажем, на SM, на абонентское устройство. Я, кстати, для удобства изменил заводские IP-адреса. У AccessPoint сделал на конце 0.10, а у SM 0.9, ну, для удобства. Чисто. Вот я 9-й отряд и собираю. Открывается приветственное окно Cambium. Ждем. Так. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас устройства залинкованы. Заходим в настройки. Смотрим, здесь у нас ничего не слетело абсолютно. Вот. Кстати говоря, вот я. Кто не знает, в настройках сети, где настраиваются адреса, только при этом нужно тыкнуть галочку в статик. Ну, на самом деле, это ни на что не влияет. То есть, если вы из коробки достанете устройство, у вас там будут заводские IP-адреса 0.1, все у вас будет работать. Это чисто я, собственно, удобство сделал. Далее, что заходим во вкладку Tools. Вот. И здесь есть такое вот меню удобное. LiveRace Link Test. Можно запустить, протестировать этот образованный нами радиоканал. То есть, у меня сейчас AccessPoint. Она не подключена никакому интернету. Интернет она не раздает, но радиолинк есть. То есть, SM и AP, они залинковались. И можно вот на этом участке между SM и AP затестить скорость. Нажимаем, блин, Start Test. Как видите, downlink 41 мегабит, uplink 33, там почти 34 мегабита в секунду. Вот с такими скоростями сейчас она выдает. Точки доступа у меня разбросаны, как попало. Одна в прихожей лежит, вторая там в спальне на кровати. Вот. В переходе в меню Home видим, что сейчас точка доступа SM работает с мощностью 16 dBm, хотя вы видели в настройках было всего лишь 7. Это вот говорит как раз таки о том, что AccessPoint заставила абонентское устройство мощность увеличить. Вот. 15 dBm. 16. Сейчас 14, да. AccessPoint принимается с уровня минус 43, достаточно большой уровень, да. Link Quality, Uplink, Link Capacity. Как вы видите, здесь тоже можно посмотреть. Ну и сейчас давайте сбросим в дефолт IP-адрес моей сетевой карты ноутбука, включим AccessPoint в роутер, обычным медным патчкордом, и посмотрим, какую скорость выдает у нас в радиоканале уже настоящий интернет, если мы данный радиомост будем использовать как удлинительный изоборот. Давайте ради прикола еще раз зайдем в тест, запустим его еще раз. 77.45. Ну ладно, пойдем, включим уже в боевую, испытаем в боевую. Сейчас у меня точка доступа дома подключена к роутеру, вот, ну вы видите, да, значок без доступа интернету, это из-за того, что у меня в сетевой карте стоит настройка использовать IP-адрес 192.168.08. Заходим в настройки сетевой карты, IP-версии 4, TCP-IP, свойства, и выбираем галку, используя следующий IP-адрес, делать его автоматически. Нажимаем ОК, сохраняемся, и смотрите, сейчас исчез треугольничек, предупреждающий знак, то есть сейчас в ноутбуке у меня есть интернет. Давайте откроем браузер, здесь у меня уже был открыт окошко SP-теста, я до этого тестировал. Открываем браузер, запускаем SPEEDTEST.NET и нажимаем кнопку начать. Пинг 9, ну вот, почти 60 Мбит в секунду, это сейчас точка доступа радиомост прокачивает мой домашний интернет, у меня джипон дома. и смотрим опплинк. 35 Мбит есть, да? Поэтому, в принципе, можно переходить уже к тестированию, натурным испытаниям, но это уже завтра. То есть, предварительная подготовка закончена, больше с точками доступа делать ничего не нужно, завтра мы только их испытаем на дистанции 10 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА